Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на простые вопросы и также потренируемся в составлении вопросов. На лекции чтения мы будем отвечать на вопрос, о чем говорится в тексте, и также пройдем слова, объединяющие другие слова и нахождение смысла текста. Нужно ответить на вопрос, выбрав ответ из четырех вариантов. Итак, вопрос. Это тетрадь? Прежде чем выбрать из четырех вариантов, давайте попробуем ответить на этот вопрос. Если нас спрашивают, это тетрадь? Мы можем ответить, да, это тетрадь. Либо, нет, это не тетрадь. Либо можно ответить, нет, это ручка. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов, если там наш ответ. Итак, наш ответ был 정답. Это номер один. Давайте посмотрим на три других ответа. Если ответ Какой может быть вопрос? Вопрос должен быть таким. У вас нет тетради? Если ответ Вопрос будет Тетрадь дорогая? Комтики Биссяо? Если ответ АНИО, Комтики КО요. Нет, тетрадь Большая. Предполагаемый вопрос должен звучать, как тетрадь маленькая? Комтики 작아요? 1. 1. Прежде чем выбрать правильный ответ, давайте попробуем сами ответить на этот вопрос. Если нас спрашивают, людей много? Мы можем ответить, да, людей много. 2. Нет, людей нет. 3. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. НЕ, САРАМИ ЕЁ. Да, это человек. Номер два. НЕ, САРАМИ МАНАЮ. Да, людей много. Номер три. АНИО, САРАМИ ЧОВАЮ. Нет, человек хороший. Номер четыре. АНИО, САРАМИ ИССАЮ. Нет, люди есть. Итак, наш предполагаемый ответ есть в варианте ответов. Это номер два. НЕ, САРАМИ МАНАЮ. Давайте теперь попробуем составить вопросы другим трем вариантам. Итак, был ответ НЕ, САРАМИ ЕЁ. Да, это человек. Вопрос будет звучать очень просто. САРАМИ ЕЁ. Это человек. НЕ, САРАМИ ЕЁ. АНИО, САРАМИ ЧОВАЮ. НЕ, ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ. Значит, можно спросить этот человек нехороший. САРАМИ АНЧОВАЮ? АНИО, САРАМИ ЧОВАЮ. АНИО, САРАМИ ЧОВАЮ. Также был ответ АНИО, САРАМИ ИССАЮ. Нет, люди есть. То есть можно спросить там нет людей. САРАМИ ОПСАЮ? АНИО, САРАМИ ИССАЮ. 2번. НО래를 잘해요? НО래를 잘해요? Хорошо поёте? Чтобы найти правильный ответ, давайте сначала потренируемся сами ответить на вопрос. Если вас спрашивают, хорошо поёте? То можно ответить. Да, я хорошо пою. НЕ, НОРАМИ ЧОВАЮ. ЛИБА, НЕТ, Я ПЛОХО ПОЮ. АНИО, НОРАМИ ЧОВАЮ. БОТ САРАМИ ЧОВАЮ. ЛИБА, АНИО, НОРАМИ ЧОВАЮ. НОРАМИ ЧОВАЮ. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. НОМЕР ОДИН. НЕ, НОРАМИ ЧОВАЮ. ДА, ПЕСНЯ ЕСТЬ. НОМЕР ДВА, НЕ, НОРАМИ ЧОВАЮ. Да, знаю песню. Номер три. Нет, я плохо пою. Номер четыре. Нет, это не песня. Итак, у нас есть правильный ответ. Это номер три. Теперь давайте на другие примеры попробуем составить вопросы. Был такой ответ. Да, песня есть. Может быть вопрос. Есть песня. Также был ответ. То есть вы знаете эту песню? И был ответ. Нет, это не песня. Вопрос очень простой. Это песня. Анио. Норе가 아니에요. 3번. 오늘 몇 시에 만나요? 오늘 몇 시에 만나요? Сегодня во сколько встречаемся? На этот вопрос можно ответить, сказав время и слово встречаемся. Получается, во сколько-то в определенное время에 만나요. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. Могею ли 봐요? Могею ли 봐요? Увидимся в четверг. Номер два. 2시에 만나요, встретимся в 2 часа. 정답. Правильный ответ номер 4. 2시에 만나요, встретимся в 2 часа. 4번. 수업이 어때요? 수업이 어때요? Как вам урок? На этот вопрос можно ответить, что он интересный, 재밌어요, либо неинтересный, 재미없어요. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 학교에 가요, иду в школу. Номер 2. 지금 읽어요, сейчас читаю. Номер 3. 수업이 있어요, у меня есть урок. Номер 4. 아주 재밌어요, очень интересно. Помните, мы с вами ответили на вопрос интересно, либо неинтересно. 정답. У нас как раз есть такой ответ, это номер 4. 아주 재밌어요. Нужно прочитать текст и ответить на вопрос, о чем говорится в тексте. Давайте вместе переведем на русский язык. 아버지 내는 의사입니다, папа – доктор. 어머니 내는 의사입니다, мама – работник банка, либо можно перевести, как работает в банке. Нам даны 4 варианта ответов. Нам нужно объединить слова 아버지 и 어머니 в 1. Давайте переведем сначала варианты ответов на русский язык. Итак, слова 아버지 и 어머니 можно определить в одну категорию. родители. 정답. Это номер 2. 부모. учитель или учительница, кореец или кореянка. 저는 프랑스스арам입니다, я француз или француженка. Итак, у нас здесь ключевые слова 한국 사람, 프랑스스арам. Теперь давайте попытаемся найти правильный ответ. Итак, 한국 사람, 프랑스스арам. О чем мы говорим? Мы говорим о стране. 정답. Это и есть номер 2. 나라. Давайте переведем на русский язык. В августе нет занятий. Мы не ходим в школу. Ключевыми словами будут занятий нет. Какие словосочетания можно объединить в одну тему или в одно слово? Давайте посмотрим на примеры. Номер 1. 날짜. Дата. Номер 2. Пангхак. Каникулы. Номер 3. Ёхэнь. Путешествия. Номер 4. Яксок. Встреча. Либо можно перевести как обещание. Итак, когда же нет занятий и не ходят в школу? Правильно. На каникулах. 정답. Наш правильный ответ номер 2. Пангхак. Давайте переведем на русский язык. Тунгцэй нэн. Ну не кымнита. У моего младшего брата, или можно перевести как младшей сестры, большие глаза. Ко нэн чаксымнита. Нос. Маленький. Ключевыми словами будут нэн, ко. Глаза и нос. Нос. Теперь давайте посмотрим, в какую категорию можно объединить эти два слова. Номер 1. Нуна. Старшая сестра. Номер 2. Чими. Хобби. Номер 3. Чангсо. Место. Номер 4. Ольгуль. Лицо. Итак, нос и глаза у нас могут быть где? На лице. Чонгдаб. Правильный ответ номер 4. Ольгуль. Давайте переведем на русский язык. В этом задании нам нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу к тексту. Итак, для этого нужно сначала обратить внимание на ключевые слова. Давайте вместе посмотрим. 한국 사람. Кореец. 영국에 살고 있습니다. Живу в Англии. 한국어 영어 잘합니다. Хорошо говорю по-корейски и на английском. 지금 일본어. Сейчас японский язык 배우고 있습니다. Я учу. Теперь давайте посмотрим на ответы. Номер 1. 저는 일본어를 공부합니다. Я учу японский язык. Номер 2. 저는 한국어를 잘 못합니다. Я плохо говорю на корейском языке. Номер 3. 저는 지금 한국에 있습니다. Я сейчас в Корее. Номер 4. 저는 영어를 배우고 있습니다. Я хочу выучить английский язык. По нашим ключевым словам мы знаем, что этот человек по-английски хорошо говорит. И сейчас он находится не в Корее, а в Англии. И он хорошо говорит по-корейски. 정답. Значит, правильный ответ номер 1. 저는 일본어를 공부합니다. Я учу японский язык. Давайте переведём на русский язык. 저는 친구와 비행기로 제주도에 갔습니다. Я с другом или подругой на самолёте полетели на остров 제주. 거기에서 배를 타고, там мы сели на судно или лодку, аромдаун падары 봤습니다. И посмотрели на красивое море. 내년에는 в следующем году 가족과 вместе с семьёй 제주도에 가고 싶습니다. Хочу полететь на остров 제주. Прежде чем ответить на вопрос, давайте сначала посмотрим, какие у нас ключевые слова в этом тексте. Итак, ключевые слова. 친구와 비행기 제주도 с другом или подругой на самолёте на остров 제주. 배를 타고, на судне или на лодке, падары 봤습니다. Посмотрели на море. 내년, в следующем году, 가족과 вместе с семьёй 가고 싶습니다. Хочу поехать на остров 제주. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. 저는 배를 타고 제주도에 갔습니다. Я на судне плыл или плыла до острова 제주. 저는 가족과 함께 비행기를 탔습니다. Я с семьёй летал или летал на самолёте. Номер 3. 저는 제주도에서 바다를 구경했습니다. Я на острове 제주 смотрел или смотрела на море. Номер 4. 저는 내년에 친구와 제주도에 가려고 합니다. Я в следующем году собираюсь на остров 제주 с другом или подругой. Давайте немножко посмотрим на лексику этого текста. Итак, 제주도. Название 제주도 означает «остров». Также можно сказать «сом». И когда мы переводим, мы переводим только «до», «остров». 제주 же это название. Мы его не переводим, поэтому на русском языке звучит так же как «чеджу». Получается, 제주도 – остров Чеджу. Бенгеру – это значит «мы были на самолёте». Када переводится как «идти». Но так как мы на 제주도 на самолёте, то мы не могли пойти. Мы могли только лететь на самолёте. Поэтому слово «када» с корейского на русский переводится в зависимости от смысла в тексте. Если просто человек говорит «каю», можно перевести как «идти». Но в других случаях можно перевести как «поехал» или даже «бенгеру када» – «полетел на самолёте». Давайте переведём на русский язык. 저는 어제 연극을 봤습니다. Я вчера посмотрел или посмотрела спектакль. 그 연극이 재밌어서 этот спектакль был интересный и 어머니께 маме 표 두 장을 사드렸습니다. Я купил или купила два билета. 어머니는 мама 내일 할머니와 вместе с бабушкой завтра 연극을 보러 가실 겁니다. Пойдут смотреть спектакль. Итак, ключевые слова. 어제, вчера 연극을 봤습니다. Посмотрел или посмотрела спектакль. 재밌어서, было интересно, 어머니께 표 두 장 사드렸습니다. Купил или купила маме два билета. 내일, завтра, 할머니와 연극 보러. С бабушкой пойдут смотреть спектакль. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 어머니는 연극 별을 사셨습니다. Мама купила билет на спектакль. Номер 2. 저는 어머니와 연극을 봤습니다. Я с мамой смотрела спектакль. Номер 3. 할머니는 내일 연극을 보실 겁니다. Бабушка завтра посмотрит спектакль. Номер 4. 어머니는 저에게 연극 별을 주셨습니다. Мама дала мне билет на спектакль. Итак, по нашим ключевым словам мы знаем, что вчера этот человек сам смотрел спектакль, купил билеты маме, и мама с бабушкой завтра пойдут на спектакль. 정답. Поэтому наш правильный ответ номер 3. 할머니는 내일 연극을 보실 겁니다. «Да, бабушка завтра посмотрит спектакль». Сегодня на лекции аудирования мы с вами потренировались отвечать на простые вопросы. При выборе ответа на простой вопрос попробуйте сначала сами на него ответить. Один из вариантов вашего ответа обязательно будет в 4 возможных ответах к заданию. сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковались в объединении слов в одну категорию. Также мы ответили на вопрос, о чем говорится в тексте, и вместе перевели тексты. Так как тексты небольшие и состоят из трех коротких предложений, нужно обратить внимание почти на все слова в тексте, чтобы найти правильный ответ. Спасибо и всего вам хорошего! Редактор субтитров А.Семкин